Ждем теперь. То ли восьмое ПТП разделит судьбу остальных пассажирских предприятий, то ли дела пойдут в гору у Дептранса. Весь год за тем, что происходило с общественным транспортом Омска, следил моя коллега Ольга Качкурова. А следить было за чем? В какой-то момент вовсе казалось, что город останется без муниципальных автобусов, троллейбусов и трамваев. Трамваев-то практически не осталось. А альтернативой было повышение цены. Ну, впрочем, все так и произошло. Говорят, високосный год самый сложный в четырехлетнем цикле. И кажется, для муниципального транспорта в Омске это было действительно так. С начала года городские ПТП преследовало тень транспортного кризиса 2015-го, когда из-за долгов за топливо на линию перестала выходить часть автобусов. Чтобы не допустить повторения коллапса, было принято решение увеличить плату за проезд. 1 апреля билеты в автобусах, троллейбусах и трамваях стали стоить 22 рубля. Следом подняли цену и в маршрутках с 18 до 25 рублей. Козельки по 25 рублей. С ума сойти. Хочу, что ли, подорожание? Ну, конечно. Если у меня пенсия маленькая, как я могу? 8 тысяч пенсия минимальная. Большой скачок в цель. Народ пересаживается с общественного транспорта. 20 рублей – оптимальный вариант. Таким образом, проезд в общественном транспорте Омска стал одним из самых дорогих в Сибири. В соседнем Новосибирске на тот момент проезд в автобусах и троллейбусах стоил 19 рублей. В маршрутке – от 20 рублей в зависимости от расстояния. В Томске за услуги муниципального транспорта пассажиры платили и вовсе 15 рублей. За проезд в частном – 17. Уже через месяц омский департамент транспорта заявил, что доходы его выросли на 6 миллионов рублей. Стало больше пассажиров и за разницы в цене люди стали пересаживаться с маршруток. Однако радоваться было рано. И об этом открыто заявил возглавлявший на тот момент департамент транспорта Омска Виталий Маслик. За последние пять лет парк пассажирский предприятий сопротивился на 387 единиц. Из имеющихся 696 автобусов, 54 эксплуатируются в 10 и более лет. 81 троллейбус из 154, имеющихся в эксплуатации, их по 15 лет. Изношенный на 95% подвижной состав решили поддержать пятью трамваями, списанными в Москве. Их доставка обошлась в 2,5 миллиона рублей. А вот в избытке на омских дорогах в 2016 году было нелегальных маршрутных такси. Для сравнения, за 9 месяцев 2016 года муниципальный транспорт перечислил 122 миллиона рублей в бюджет. Частники, которые перевозят 70% пассажиров, почти в 10 раз меньше – 14,5 миллионов. При этом, по официальным данным, количество маршрутных такси в Омске чуть больше 2,5 тысяч. Но официально трудоустроенных всего 410 человек. Отнимаем 2600 минус 410. Остальные, видимо, как-то ездят без водителей. Но это говорит о том, что вот здесь мы вообще не понимаем, где эти люди. 77 опрошенных водителей. 73 однозначно заявляют, что у них никаких трудовых договоров с перевозчиком нет. Если мы говорим о бизнесе, то вот это 2600 – это не бизнес. Это рабовладельческий строй. Чтобы контролировать перевозки, законодатели предложили подключить маршрутки к системе ГЛОНАСС. Эта система способна создать идеально белую модель осуществления перевозок. То есть мы в режиме реального времени, безусловно, я не буду скрывать, что к этой системе государственной будут подключены все контрольно-надзорные органы, начиная от налоговой, судебные приставы. Сейчас изъявили желание трудовая инспекция. Датчики ГЛОНАСС в маршрутках установили. Правда, не во всех. Но этого хватило, чтобы чиновники наконец поняли, что маршруты частников дублируют муниципальные, создают заторы на дорогах и переманивают у больших городских автобусов пассажиров. Заговорили об оптимизации. Сначала речь шла о 25 маршрутах, но позже список вырос до 27. Мы не планируем в данной ситуации, убрав эти 27 маршрутов, увеличить интервал и нахождение наших жителей на улицах города. Мы планируем сократить этот интервал за счет изменения 25 действующих маршрутов и добавлением, увеличением автобусов в большую вместимость. К 2017 году муниципальный транспорт изношен. Финансовые перспективы у отрасли туманны. Чтобы городские автобусы, троллейбусы и трамваи смогли возить пассажиров хотя бы еще год, нужно от 700 до 900 миллионов рублей. Таких денег у мэрии нет. Впрочем, чиновники рассчитывают, что необходимые средства получат от продажи муниципального имущества. Только тогда удастся не повышать цену на проезд хотя бы до конца следующего года. Ольга Качкурова. Омск здесь.